Всем доброго времени суток! Обещал записать видео по Урану. Кто не знает, этот ресурс открывается на 30 уровне города. И он наподобие энергоруды. То есть, его нельзя своровать. Его можно только добыть, либо купить. Иногда он выпадает в качестве награды за те или иные ивенты. Но в основном это, грубо говоря, топ-10 какого-то очень крутого ивента. И простым смертным, по бич-варианту, не получится его добыть. Первое, как его добывать. Это мы нажимаем на руины. Отправиться в руины. И здесь понятие такая штука, как судный день. Я уже просто сегодня его прошел. От чего зависит количество добычи. Нажимаем, посмотреть подробности. И вот тут судный день. У вас должна быть либо численность высокой армии. Либо большая мощь. Вашего войска. То есть, либо то, либо то. От этого зависит непосредственно и объем. Чтобы вы понимали, я добываю... Сейчас, секундочку. Судный день. Так, поиск города. Вот судный день. 9 волн прохожу. И получил 450 урана. То есть, в принципе, на 10 волн можно получить 500 урана. Но берем людей, которые менее развиты, чем я. У вас будет где-то условно 6-7 волн. Это в районе 300-350 урана. Каждый день ежедневно можно добывать здесь. Это первое. Второе. На 30 уровне города у вас открывается вот эта вот замечательная шахта. Вот такая большая зеленая геоцентрическая станция. И здесь есть два... Нажимаем, выскакивает две менюшки. Первое. Это добыча открытым способом. Это непосредственно работает как шахта. Добывая 25 в час, запас урана 250. То есть, если вы больше 10 часов на аккаунт не заходите, то уран, в принципе, идет в никуда. То есть, надо зайти каждые 10 часов, потрясти телефон или нажать на шахту и добыть свой уран. Если посчитаем методом нехитрых вычислений, за сутки у нас получается 25 умножить на 24. Это 50 на 12. Это 600 урана. Так, 100 на 12. Да, это получается 100 на 6. 600 урана в день капает после того, как вы открыли эту шахту. То есть, таким образом, у нас уже... Мы ничего еще не сделали. У нас в день капает порядка... Ну, с тем условием, что мы судный день проходим. Давайте для кругленького. На 8 волн у нас 1000 урана добывается просто открытым способом. Ежедневно мы ничего не тратим. Единственное, нужно заходить каждые 10 часов на шахту. И самое интересное, что у нас есть, это добыча закрытым способом. Всего у нас существует 4 шахты у каждого. Они как бы перед вами. Чем выше шахта находится, то есть, по высоте сверху первая, слева вторая, и чем ниже, тем она хуже. Чем отличаются они? Во-первых, объемом добычи. Если в верхней шахте мы нажимаем сверху, сверху справа, у нас типа как менюшка такая, как вороночка нарисована. Мы нажимаем на нее, и здесь вот видно уровень шахты, то есть, первая, вторая, третья. И здесь прописаны сразу объемы добычи. То есть, в самом низу, вот эта четвертая шахта, в самом низу, как вы видите, можно добывать 80 в час. Ну, я вам скажу сразу, что в данном случае, это сейчас мы пролистаем в самый низ. То есть, чем глубже в шахте, тем больше добыча в час. В самом низу обычно сидят мастодонты передоначенные, которые влили не одну тысячу долларов в аккаунт, в данном случае, вот он. Он добывает 80 в час. И, естественно, чем выше по шахте мы идем, тем меньше добыча в час. Если мы берем четвертую шахту, и нажимаем здесь, то четвертая по счету, но это номер один она является, то в самом низу человек добывает 45 в час. Ну, на самом деле, это вообще не наш вариант, ни в коем случае. Вот. Наш вариант, ну, я думаю, с этим все понятно. То есть, нажимаете на эту вороночку и смотрите, что вообще как. Наш вариант, это где-то уровень третьей шахты, да. То есть, вот вторая слева, где тигр, да, нарисован. И вот я как раз там сейчас и добываю. Основные нюансы. Нам необходимо добывать где-то в районе 8 часов. То есть, мы каждые 8 часов, 8-9 там часов, ну, плюс-минус, мы перезахватываем место в шахте. После того, как мы захватили ту или иную шахту, да, перезахватили, весь добытый, уже добытый уран у нас идет к нам. То есть, у нас его своровать никто не может. Бесплатно в день можно 2 раза поменять шахту. Каждый последующий, как бы, захват или просто грабеж, он тратит золото, да. Вот я один раз уже потратил попытку, да, я с самого утра, я захватил шахту. Вот видите, у меня сверху осталась атак в день, да, одна у меня бесплатная. То есть, я вот одну уже потратил. Что делаем сейчас? Наш уровень добычи это где-то 50 уранов в час. Это вот наш уровень добычи, плюс-минус, который нас не будут выбивать с этой шахты, но мы спокойненько будем добывать. То есть, к примеру, вот сейчас я найду себе человечка, вот здесь найду, из них 50, вот допустим, да, 51 в час. Так, сейчас, может, найду кого-нибудь пожирнее, побольше добывал. То есть, ищем того, кто много уже добыл, чтобы у него своровать побольше, и чтобы была добыча где-то в районе 50 в час. Сейчас найдем, я думаю. Так, 635, 625, вот неплохо. Ну вот, допустим, видите, добыча в данном, на данном участке шахты 51 в час. То есть, ну, это наш уровень, плюс-минус 50. Нажимаем две менюшки разграбить, захватить. В случае, если мы захватываем, мы становимся на место вот этого человека, да. В данном случае то, что нам нужно. Нажимаем захватить, пум, уже как бы все походы настроены. Все, пошел бой. Ну, я здесь без проблем. Опять же, видите, человек взял очень много первого ряда, да. И сейчас мы посмотрим, блин, смысла тут смотреть нету. Все, победа, мы захватили. То есть, весь уран, который я добывал 9 часов до этого, он пошел мне как бы в плюс. Никто у меня его не разграбил, не ограбил меня, не забрал ничего. Почему именно раз 8 часов? То есть, в среднем мы, ну, наша добыча, это в районе 50. 50 умножаем на 8, это 400 урана. Да, обычно атакует кто-то, грабит вас, ну, нас, вас, игроков, когда в добыче, в добыта, свыше 600, то есть, 600-650. в районе, в районе 700, если добыча уже добыли, то при ограблении, либо перезахвате, мы отдаем где-то в районе 100. Вот на это ориентируемся. Поэтому, если вы будете перезахватывать урановые шахты раз 8 часов, у вас будет всегда добыто в районе 400-450, ну, плюс-минус, да, 8-9 часов, и вас никто не будет атаковать, потому что смысл вас атаковать и брать у вас там 50-60 урана, да, если можно найти людей, которые добыли уже 600-700 урана, да, и захватить у них там 100-110 урана. То есть, ну, логика простая, то есть, как минимум, как минимум, методом нехитрых подсчетов, мы добываем дополнительно 50 урана в час, да, закрытым способом, нас никто не грабит, потому что мы пользуемся небольшими хитростями, таким образом, мы получаем еще 1200 в сутки, да, 1200 урана. Главное, первое правило, не лезть в первую шахту, да, потому что в первой шахте, как правило, очень быстро осаживают и, ну, перезахватывают вас, да, то есть, наша шахта где-то третья в серединке, вот как я стою, либо, наверное, вот, может быть, вторая шахта, и это где-то в самом низу, где 50, 51 в районе 50, то есть, если посмотреть на вороночку, третья шахта, ну, это где-то, грубо говоря, снизу наш уровень, тоже можно вот где-то тут вот захватывать, ну, условно, вот где-то вот, нет, стоп, это 37, а в самом низу, то есть, надо ехать, сейчас, секундочку, то есть, ну, я думаю, вы поняли суть, как смотреть, вот условно, я думаю, вот 48, ну, где-то вот здесь, где-то надо смотреть, выбирать себе местечко, 48, 51, это вот то, что нам нужно, таким образом, мы не тратя ничего, зарабатываем 300, там, 400, давайте, да, на судно мне, 600 зарабатываем открытым способом, да, это уже 1000, и 1200 мы зарабатываем закрытым способом, да, по 500, ой, по 50 в час, и то год, 2200 без напряга мы зарабатываем, да, без особых усилий, тратя, да, так как у нас в сутках 24 часа, да, а необходимо обновлять каждые 8-9 часов, ну, перезахватывать шахту, методом нехитрых вычислений мы получаем, что нам нужно дополнительно, помимо двух бесплатных атак, задействовать еще одну платную атаку, да, первая платная атака, первая платная атака, у нас стоит, сейчас я покажу сразу, сейчас я найду себе жертву, ну, можно и этого, в принципе, бахнуть, но это не точно, сейчас найдем кого-нибудь, ну, много очень людей играет, то есть найти, можно даже в четвертую шахту нырнуть, посмотреть там, вот, 691, допустим, да, то есть мы не захватываем в данном случае, мы просто грабим, нажимаем грабить, вот у нас, израсходует 100 единиц, чик, атакуем, ну, уже поход настроен, естественно, да, и вот, мы захватили 100, таким образом, мы получаем, 2200, да, от добычи, и мы три раза в день, ну, два раза, три раза перезахватываем, да, и получаем еще 300, ну, в среднем, там, 95, 100, в среднем 100 урана, за каждый, либо разграбление, либо за перезахват, там разницы нет, таким образом, мы уже получили 2500 уранов в день, особо не тратя 100 золотых в день, теперь пошло самое интересное, то есть, если у нас есть дополнительное золото, да, а я рекомендую вам это делать, ежедневно, как минимум, еще пару раз дополнительно атаковать, ищем, у кого больше 700, и грабим, просто тупо грабим, чик, все, понятно, что золото тратится, но это один из способов, куда я рекомендую тратить, куда я рекомендую тратить, одного и того же человека, если вы второй раз будете грабить, одного и того же, то вы, получается, не будете грабить, вы перезахватите шахту, в данном случае, это не надо, потому что здесь добыча по 35, нам вообще не интересно, трата золота по нарастающей, то есть, если за первую, за первую ограбление 100 золота, да, тратит, то чем дальше в лес, то есть, в данном случае, уже 500 золотых, но я могу себе позволить такую трату, у меня не пришла сегодня награда от администрации в виде золота, то есть, таким образом, смотрите, вот здесь у нас есть менюшка, да, мой статус, то есть, вот, я 9 часов назад захватил, перезахватил, видите, участок, это одна атака бесплатная, потом 5 минут назад, это вот, перезахватил, следующий урановый рудник при вас, это вторая бесплатная атака, и вот пошла, раз, два, три, четыре, пять бесплатных, ой, пять платных атак я сделал, последняя крайняя пятая атака, 500 золотых, да, то есть, можете сами посчитать, я в сумме получил порядка трех, получил за сутки порядка трех тысяч урана, ну, за день, потратил, потратил при этом полторы тысячи золотых, вот, если тратить 100 золотых в день, то у вас где-то будет в районе 2,5 тысячи урана, на, что вы понимали, на 32 уровень мэрии, при условии уже постройки всех стены, автозавода, нам нужно 80 до 1 тысяча урана, методом нехитрых вычислений, посчитаем, что это где-то порядка 27 дней, ну, плюс-минус там где-то подзатупили, иногда на ремонт становится, шахта, в районе месяца добычи, может, 35 дней, это вот, чтобы построить без доната, 32-й город, в принципе, это приемлемо, то есть, всего 35 уровней, на 33 уровне мэрии у нас появляется 11-я армия, ну, я считаю, что в этом плане администрация сделала хорошо, то есть, про уран, это интересно, это попробовать можно различные тактики построения схемы, если кто внимательный посмотрел, как я, какую армию я беру с собой, вот, в принципе, все, надеюсь, зашло, если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, ну, будем, попытаюсь подробнее объяснить, я надеюсь, вроде как бы максимально подробно объяснял, может быть, где-то что-то непонятно, да, поэтому пишите в комментарии, буду отвечать вам на ваши вопросы, все, всем спасибо за внимание, увидимся!